СОЛЬ СЮКРИСТИ СОЛЬ СЮКРИСТИ СОЛЬ СЮКРИСТИ Хеллоу всем друзьям, с вами Илья Уан И сегодня у меня, наконец-то, новый журнал Тачки Это у нас первый выпуск за 2019-й уже год И в подарок с этим номером идет такая же машинка, что и на обложке журнала Это Рамон Мы, в принципе, потом его посмотрим Я, как вы уже догадались, поставил Рамонов своих для того, чтобы сравнить стилистику его именно с этими Ну и как небольшая коллекция Но давайте мы сначала рассмотрим журнал На обложке у нас изображен как раз-таки Рамон Журнал называется Мастер Цвета Здесь у нас задачки из автокафе Также покрась кузов и помоги старому другу Также идет комикс Неожиданный поворот И я хочу сказать, что здесь снова поменяли ленту То есть раньше здесь было написано игры, факты, загадки и плакат А сейчас уже появились рисунки И теперь состоит эта шапка Из пятерых долек Ну что же, давайте открывать На первой странице у нас реклама нового фильма Щелкунчик и 4 королевства Кино с 8 декабря Ну и также у нас раскраска Полюбуйся на необычные дизайны кузова в журнале тачки Здесь у нас представлена Груз Рамирус вновь Уже в стилистике Джексона Шторма И она говорит Привет, мне не терпится начать гонку Но сначала мне нужно перекраситься Ты мне поможешь? Ну, наверное, потом я это и сделаю И также, конечно, у нас идет содержание И как вы могли догадаться Здесь у нас ваш выход Досье про Рамона То есть это у нас уже Рамон по тачкам 3 Про него уже выходилось в четвертом выпуске 2018 год То есть про него уже рассказывалось Но он уже здесь представлен как по тачкам 3 Также здесь у нас его досье Рамон художник Место жительства радиатор Спринг США Опыт талантливый художник и верный друг Особенности Рамон Это классическая модель с низкой посадкой Этот шикарный стиль никогда не выходит из моды Вот, как вы видите Здесь написано, что Прекрасный художник Мертвый сезон И также на расхват И тут у нас в конце Как обычно идет такое задание То есть нам надо узнать Какой получится цвет Если сложить Например, красный, желтый цвет Получится оранжевый Дальше у нас идут игры Дозаправка Здесь у нас представлено фло И нам тут нужно Распределить Сколько Какой бензоколонки Литров не хватает Чтобы ее Полную В общем, тут нужно Долить в автоматы Нужное количество бензина И что интересно Тут уже появились внизу Ответы, как в старых журналах Здесь нам нужно Распределить У кого какая тень И также узнать Какая тень лишняя И здесь у нас Такой лабиринт То есть нужно фло пройти До Рамона И при этом Не наткнуться На конусы Дальше у нас идут игры Ой, точнее комикс Извиняюсь Обгон запрещен он называется Здесь, кстати Представлены гонщики Нового поколения Именно такие Которые Идут после Самого Джексона Шторма Здесь у нас представлен Чарльз Глянцелот Боб Ультрамотор И также Райан Трасс Ну и увидите Что они О чем-то тут Разговаривают И что самое интересное Это комикс Заданиями Тут надо узнать Какое будет настроение У Джексона Шторма Также Комикс у нас Продолжается Конечно же И Кстати Что интересно У нас здесь появляется Чарли Чекер Это кстати Очень необычно Потому что На самом деле В Тачках 3 Был совершенно Другая Служба Безопасности Которая вела За собой Гонщиков Кстати Что тут Интересно Делает Макуин По Тачкам 2 Как-то это Немножечко Так Неожиданно Его было Увидеть Потому что В Тачках 3 Был такой Белый Белая Служба Безопасности Похожа еще На рода Редлайна Он как-то Назывался Пэт Трекса Если не Ошибаюсь Ну вот А тут Видимо Решили Поставить Вместо него Чарли Чекера Чтобы Вспомнить Тачки 1 Дальше У нас Тут конечно Продолжается История Здесь нам Нужно Раскрасить Джексона Шторма И мы Видим Тут Гонщика Под номером 54 Я кстати Знаю Как его Зовут Гонщик Ну это Новый Гонщик Нового Поколения Как-то Его зовут По-английски Херб Курблер Но он К сожалению Выглядит Не по Своему Стандарту Потому что Мотел Его сделала В принципе По-другому Здесь у нас Также Продолжается Комикс То есть Уже Тут Гонщики Нового Поколения О чем-то Разговаривают Ну и Кстати Этот Херб А Тут Почему-то Говорят Что это Джонни Блеймер Как-то Странно Потому что Его на самом Деле зовут Херб Курблер Или по-русски Его дословный Перевод Кев Кювет Ну в общем И он Также Стоит На прицепе Какого-то Эвакуатора Тут нам нужно Узнать Что Что не так С Джексоном Штормом Естественно Это у нас Вот эта Штучка Ой Простите У нас Что-то Журнал Так не Стоит Ну и Видимо Джексон Шторм Тут чему-то Удивляется Что его Побили Рекорд И Снова Опять Мы видим Что у Райана Нету Номера И также Его Спонсоров Конечно Это уже Маленький Минус Я уже Начинаю Придираться Но Джексон Шторм Как всегда У нас Снова Недоволен Ну вот Тут Собственно И Конец Ой Дальше У нас Идут Игры Вдогонку За секундами Здесь Нам Надо Узнать Кто Приедет Первым Для Этого Нужно Сложить Все Числа И У кого Результат Будет Меньше Тот И Победил И Снова У нас Вот Такой Плакат Здесь У нас Представлен Рамон По Тачкам Один В принципе Очень Странная Интригующая Дальше У нас Идут Игры Разноцветная Гонка Тут Уже Снова Принялись Продолжается У нас Такая Традиция Что У нас В середине Не плакат А именно Настольная Игра Здесь Здесь Нам Предлагается Поиграть За Рамона Круз Рамирес И Также Молнию Макуина И Надо Узнать Тут Подсказки Дают Свет На Сколько Ходов Ты Так Сказать Идешь И Кто Естественно Доберется Быстрее До Финиша Вау А тут Уже Кстати Что То Интересное Ну Здесь Конечно У нас Огненный Рамон Не Совсем Хорошо Впитывается В Плакат Эта Надпись И Здесь У нас Кстати Тоже Неожиданный Комикс Он Называется Неожиданный Поворот И Снова У нас Тут Задание Нужно Найти Молнию Макуина И Метро В Толпе Фанатов Гонок И Мы Видим Что Здесь Безумная Восьмерка Дальше То есть Тут Я так понимаю Рассказываю Про то Как Молния И Метро Попали В гонки К Безумной Восьмерке Как я Понимаю Тут Надо Узнать Чего Не Хватает Конечно Это У нас Такого Крюка Которого Здесь Нет Ну И В Принципе Как Молния Я так понимаю Привел Метро На Безумную Восьмерку И хочет Познакомить Ее с Мисс Крошкой Как я Понимаю Тут Нам Надо Посчитать Сколько Тут Всего Брошенных Шин Именно На Вот Этих Всех Страницах На Этой Странице Точнее И Мы Видим Что Метро С Мисс Крошкой Познакомились Уже Я так Понимаю И У нас Комикс Дальше Продолжается Здесь У нас Еще Видимо Мисс Крошка С Метром Куда-то Уходят Ну А Доктор Скрежет И Тако Везут Молнию Макуина На Караоке Как я Понимаю Потому что Именно там Мы их Собственно И видим А А То есть Получается Метро Кое-куда Позвал Мисс Крошку И Они Решили Спеть В Караоке Что-то Очень Интересное В принципе Мне Комикс Это Довольно-таки Понравился Дальше У нас Идут Рисунки Читателей Кстати Здесь У нас Уже Спрятана Мисс Крошка Ну И Конечно У нас Тут Очень Много Рисунков Точнее Рисунков Много Но они Всего лишь На одну Страницу Дальше У нас Идут Игры В компании Друзей Здесь У нас Представлен Мэтр И так же Молнии Маккуин Из первой Из первой части И надо Узнать Как Какому Из какой Буквы Подцепился Крючок К молнии Маккуину Ну А здесь Нам нужно Просто Найти 10 Отличий На этой Фотографии Дальше У нас Идет Раскраска Гонщик Новичок Тут у нас Две Раскраски С Джексоном Штормом Одну Раскраску Нужно Раскрасить Именно По номерам Ну А здесь Я так понимаю Можно Придумать Самому Ему Образ Не разукрасить Так Как ты Сам Захочешь Вау Дальше Дальше У нас Еще Одни Идут Игры Гром И молнии Вот Это Неожиданность Как раз Таки Здесь У нас Конечно Представлен Молнии Маккуин За весь Период За весь Период Тачек Я так понимаю Франшиза Тачек Каких Каких Стилях Он Так сказать Присутствовал Ну Здесь Первое Задание Нам нужно Повторить Фон Который Идет У нас Такая же Последовательность Цветов Ну А здесь Нам надо Узнать У какого Гонщика Какая Стилистика Не имеет Пары И здесь Нужно Это Эту Букву Писать Что самое Интересное К нам Вернулись Поделки Проверь Память Здесь У нас Представлен Рамон В стиле В окраске Флориды 500 И он Говорит Я помню Сколько Раз Перекрашивался И в какой Цвет То есть Это В общем Такая У нас Настольная Точнее Не настольная Игра А Такая Поделка Которую Можно Вырезать Приклеить На картон И сделать Типа Как Карточки И На На память То есть Переворачиваешь Одну Карточку Переворачиваешь Другую Если она Неправильная То обе Нужно Закрывать Ну я в принципе Не буду вам так Сильно уже Об этом Говорить Потому что Вы правила Этой игры Прекрасно Знаете Ну и Ну и Так же У нас Подписка На журнал Тачки На первое Полугодие 2019 Года Ну что ж Вот мы так Посмотрели Вот этот Журнал И теперь Давайте Просмотрим Самого Рамона Это у нас Такой Необычный Рамон Потому что Я знаю Что В мультике Он выглядел Чуть-чуть По-другому Да и мне Честно говоря Не нравится Вот эта поза Потому что Такое чувство Что Рамон Здесь присутствует Из тачек 1 Да и причем Эта стилистика Кстати еще не выходила В журналах тачки Был бы В принципе Круто Это уже Пятая Стилистика Рамона По моей памяти Если я не ошибаюсь Только уже По тачкам 3 Я знаю что Он по-моему Был еще Еще в одной Стилистике Вот как раз таки Это Флорида 500 И в принципе Мне этот герой Очень хорошо На памяти Запомнился То есть Как мы знаем Это у нас Шевроле Так Что-то Нормально Открыть Не получается Походу Так Пожалуйста Надеюсь Что у меня Все нормально Оторвется Потому что Эти картонки Оставляю Ой Ну что-то Типа того Ладно Такую оставлю Ну что ж Вот у нас Этот Рамончик Давайте Переходить К обзору Этого Персонажа Ну что ж Ребята Вот у нас Так выглядит Рамон Он у нас По третьей части Как вы видите У него Глаза Такие Немножко Необычное Такое чувство Что он смотрит Куда-то вверх Улыбается И так же У него Отличаются Усы Потому что У других вариаций Они будут Немного Другого цвета Ну и как вы видите На этих всех Полосках Так же есть Какие-то рисунки Которые Честно говоря Не особо так Хорошо ему Этой машинке Идут Ну и в принципе Мне так же Не понравился Номер То есть Он вышел Какой-то Смазанный А Я насколько Помню У самых Первых Тачек Он был Очень Таким У нас Выглядел Немножко Более Четким Ну в принципе Меня машинка Ничем В принципе Меня машинка В принципе Порадовала Немножко То есть То есть Было бы Все Круто Если бы Они Не добавили Рисунки Потому что Без них Он выглядел Куда лучше Потому что Даже Мотел Ему не сделала Вот такие Ему Рисунки На Белых И синих Узорах Ну что ж В принципе Давайте Сравним Их С другими Вариациями Рамона Которые Они у меня Есть В принципе Что могу Сказать У этих Зеленые Такие Глаза У этого Они Какие-то Более Светлее Такое Чувство Что Они Какие-то Салатовые Или Даже Цвет Какой-то Морской Волны Дальше У них Отличаются Усы Потому что У этого У этих Двух Черные Усы А здесь Они Такие Серебряные Ну Также Окон Окна У них Практически Такие Лиже Ну И Сзади В принципе Ничего Такого Необычного Нету Вот Даже Видите У последнего Рамона Который Выходил В третьем Выпуске 2016 Года У него И то Более Такой Более Четче Номер Чем У того Который Выпущен У нас Именно В этом Выпуске Ой Ну Что ж В принципе Мне Машинка И Понравилась И Не Понравилась То Есть Так Среднее Что ж Давайте Переходить В конец Этого Ролика Я Как Обычно Расставлю Оценки Ну Что ж Давайте Подводить Итоги Этого Журнала Обложки Я Поставлю Пятерку Потому Что Тут Цвет В принципе Переливается Из одного В другой Как Цвета Радуги И Мне Это Очень Сильно Нравится Головоломкам Я Поставлю Четыре Бала Потому Что Как Обычно Ничего Такого Сверх Естественного Что Меня Очень Сильно Порадовало И Поэтому Я поставил Этой Четверку То есть Они стандартные Переходят Из номера В номер Плакату Я Как обычно Ставлю Четыре Бала Я подумал Что Нас 2019 Год Чем-то Удивит Что Он Сделает Так же Как У канала InVarPlay Что Плакаты Будут нормальными Как В прошлых Номерах Того Года Но К сожалению Они по ходу Будут у нас Всегда Такими же Да и Причем Надпись Вообще Прямо Не вливается В сам Этот Плакат Комиксам Я ставлю 5 баллов Потому что У меня В принципе Мне комиксы Понравились Уже Появилось Какое-то Разнообразие Например Гонщики Нового поколения Новые Появились Именно Такие Которых Раньше В комиксах Не было Ну и Так же Необычная История С Мэтром И так же Не с крошкой И Самой Машинке Я Ставлю 4 балла Потому что Сама Машинка Практически Формы Все соблюдены У нее Но Не излишне Кажется Сам Вот эти Рисунки Рисунки На Самих Узорах И так же Нечеткий Номер В принципе Итог Как вы видите Перед вами Как по мне Журнал Получился В принципе Как По стандарту Как Был И 2018 Год То есть Он был Не совсем Хорошим Но все Как говорится Бывает все По четверке Ну все Ребята Вот у нас Такое Мнение По поводу Этого журнала Это был Канал Илья Уан Подписывайтесь Ставьте Лайки Комментируйте До скорых встреч Ребята Всем Пока